Всем привет, дорогие друзья! Это канал Макарова Подворья. Вот что-то не хотела снимать, но думала, почему нет. Вот этот кусочек сыра, это в прошлом году я делала очень много сыра. У меня было много коз, и уже девать было некуда этот сыр. Мы его не могли столько съесть, но каждый день я варила сыр. И я его замораживала и бросала в морозилку. Вот это следы от формы. Видите, он такой неровный сверху. И пролежал он там, наверное, год. Вот сейчас я его натерла. Ну, просто достали. Олег говорит, а что это такое? Я говорю, не знаю, надо разморозить, посмотреть, что это такое. Вот мы его достали, вот мы его... Он разморозился, натерли. Он прекрасно... Ну, видите, мы уже доедаем эту головку. Прекрасно с макаронами растекается, ну, как обычный сыр. По вкусу он такой немного, может быть, пресноватый. Вот, ну, я его просто не просаливала там в воде, в соляном растворе не просаливала. То есть это вот натуральный сыр из козьего молока. Короче, козий сыр. Вот. Вот такая я рукодельница. Ну, всем пока-пока. Этот год я сыр вообще не варила. Ни одного сыра не сварила. Пару раз брынзу и всё. Вот. Потому что я уже рассказывала, что я отдавала двух своих коз подруге, которая оказалась без молока, вот, чтобы им, ребятишкам, было молоко. У меня было только две дуяные козы. И я гнала творог, и творог, и творог. То есть накапливалось много молока. Я сливала в бак. Оно прокисало, ставила на газ, делала творог. И вот мы творог очень любим. Просто обожаем. И вот эти запеканки, сырники. Просто творог со сметаной. Просто с песочком. Ну, просто обожаем всю молочку. Вот. И у нас все морозилки забиты творогом. Вот. И... А прошлый год молока было ещё больше. У меня было 17 литров каждый день молока. И его надо было перерабатывать. И мне уже вот это варение сыра было не в радость. Честное слово. Каждый день я варила сыр. То есть это уже было как обязанность. Уже это не творчество было, чтобы добавить там. Какие там с орехами сделать. Там с прованскими травами, с итальянскими, кавказскими травами. То есть какую-то там судугу не сварить. Ну, вот. Нет. Я просто гнала тупо сыр. Вот. Ну, вот видите, как он нам пригодился. То есть в морозилке. Что я хотела? К чему я, собственно? Что сыр можно замораживать. Вот я к чему. Вот. Было много сыра. Мы его не съедали. Стали его замораживать в морозилке. Вот мы его достали. Вот мы его разморозили. И он не потерял своих вкусовых качеств. Все. Вот это я хотела рассказать. А то растеклась тут мыслью по древу. Ну, вот. Всем приятного аппетита. Если у вас есть козы, делайте козий сыр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok